Здравствуйте, друзья! С вами Вяткин Александр, и это канал Команда ГОСТ+. Устройства дифференциального тока, они же УЗО и ДИФ-автоматы, уже пару десятилетий широко представлены на нашем рынке. И, казалось бы, любой человек, назвавший себя электриком, должен досконально разбираться в вопросе их применения. Но, как показывает практика, даже в настолько широко освещенном вопросе разбираются далеко не все. Что говорить? Сами производители этих устройств порой допускают ошибки в своих рекламных публикациях. Да, у нас было аж две части роликов про ошибки при сборке электрощитов. Ну, во-первых, тема устройств дифф-защиты там была разобрана довольно поверхностно, а во-вторых, с тех пор в нормативных документах появились очень важные изменения, которые просто необходимо придать широкой огласке. Поэтому вашему вниманию ваша любимая рубрика ТОП-5 ошибок. Ошибок при установке дифференциальной защиты. Но сначала я хочу напомнить всем, что мы запустили мастер-классы по сборке электрощитов по платной подписке. В этом месяце мы уже собрали и подключили на объекте этот замечательный щит на 96 модулей для частного дома. Да, мы не собираем что-то гипотетическое, а делаем конкретные щиты для конкретных объектов и показываем весь процесс сборки вам. Видео находится в записи. Также нашим подписчикам уже доступны все чертежи и схемы на этот электрощит, сравнительный список оборудования на несколько производителей с ценами интернет-магазинов, список must-have нормативных документов, которые должен знать каждый, обзор новинок оборудования на нашем рынке и, конечно же, закрытый чат с командой Госплюс, в котором любой желающий может задать абсолютно любые вопросы мне лично. Для того, чтобы присоединиться к нам, пишите мне по этому номеру WhatsApp, и я вышлю все дальнейшие инструкции. Ну, а мы начинаем. И начнем мы с вопроса, куда обязательно нужно устанавливать устройство дифференциального тока. И первая ошибка — это установка дифф-защиты только на розетки санузлов и уличные группы. Должен многих расстроить. Див-защиту необходимо использовать на все бытовые розетки до 32 А, используемые обычными лицами года так с 2009-го, а с недавнего времени и на все осветительные приборы в жилых домах и других помещениях бытового назначения. Пункты на ваших экранах. Ставьте на паузу, делайте скриншоты и, как говорится, делитесь с друзьями. Если уж и государственные стандарты для вас не авторитет, то просто посмотрите на устройство современных квартирных счетов от застройщика. Застройщик — это последнее существо во вселенной, которое потратит хоть лишнюю копеечку в угоду безопасности покупателя квартиры. Но, тем не менее, их счеты с недавнего времени полностью комплектуются устройствами дифференциальной защиты. А это значит только одно требование об их установке — железобетон, который не могут подвинуть даже застройщики со всеми своими возможностями. Следующий пункт, как и предыдущий, вытекает из нежелания обновлять свои знания нормативных документов, только еще и вкупе с неправильной трактовкой старых требований. Это якобы запрет на установку диффзащиты в старых домах без заземления. Да, действительно, установка аппаратов дифференциального тока запрещена в системе заземления ТНЦ. Только суть в том, что в старых квартирах никакая не ТНЦ, а обычная двухпроводная система. В те времена, когда это проектировалось, даже такого понятия, как система заземления, не существовало в принципе. Чтобы было понятнее объясню, система ТНЦ — это когда нулевой проводник несет в себя одновременно функцию и рабочего, и защитного проводника. Грубо говоря, это когда к нулевому проводнику подключается не только соответствующий штырек вилки, но и корпус подключенного прибора. Непуганные идиоты, которые таким образом подключают розетки в квартирах, — это, к счастью, исчезающий вид. Так делать нельзя ни в коем случае. Вообще, совмещенный пен-проводник по нормам не может быть сечением менее 10 квадратных миллиметров по меди или 16 по алюминию. И название системы ТНЦ в старых домах можно хоть как-то натянуть только за нулением этажных счетов, но никак не схему питания квартиры. То есть, я хочу сказать, что устанавливать УЗО или дифф-автоматы в старом жилье не только можно, но и нужно. Да что я тут буду переливать из пустого в порожнее? Нормативные документы, к счастью, давно ответили на этот вопрос. Приложение ААК, моему любимому в 256-м и своду правил, гласит, что установка устройств дифференциального тока в старом жилом фонде — эффективное средство в части повышения электробезопасности и может быть рекомендовано как временная мера до проведения полной реконструкции. В 2019 году мы запускали кампанию по модернизации счетов в старом жилом фонде и имеем большой опыт в установке дифференциальной защиты в старой двухпроводной системе. И могу вас заверить, что если в советскую проводку никто не запускал свои кривые щупальца и оголенные провода прямо не лежат на внутренней стеновой арматуре, установка одного-единственного УЗО на всю квартиру в старых домах не приводит к его ложным срабатываниям. В отличие, кстати, от новых квартир. О чем будет наш следующий пункт? Очень часто можно увидеть примеры работ, где в электрощите установлено одно-единственное УЗО, от которого питаются сразу все группы целой квартиры, а иногда даже и частного дома. Так делать ни в коем случае нельзя. Для определения того, сколько групп можно запитать от одного УЗО, используется формула, которую вы видите на экране. И результат расчетов не должен превышать одну треть номинального тока утечки УЗО. Нарушая это требование, вы в конечном итоге получите рандомные срабатывания время от времени. А учитывая, что УЗО у вас одно на всю квартиру, вся квартира будет отключаться целиком. И самое коварное в этом вопросе это то, что данный эффект появляется очень не сразу. По опыту скажу, что фактические токи утечки сразу после монтажа всегда гораздо ниже расчетных. Но ПВХ оболочки кабеля имеют такое свойство, как стареть и терять свои механические и электроизоляционные свойства. Поэтому неожиданный сюрприз вас может поджидать только лет через так 10-15, когда того электрика, который подарил вам это чудо, уже будет не найти физически и никак не заставить переделать. Но у тех зрителей, которые не перемотали предыдущий пункт, возникнет вполне резонный вопрос. Как так? Установка одного УЗО в старой квартире, где проводка уже лежит лет 40-50, к ложным срабатываниям не приводит, а в новой квартире за 15 лет приходит песец. Давайте я постараюсь объяснить. Тут все дело в отсутствии третьей жилы в составе проводов и кабелей в советском жилье. Устройству защитного отключения нет абсолютно никакого дела до того, что происходит между фазным и нулевыми проводниками. Для него это не утечка, а рабочие токи. УЗО видит только то, что утепло из рабочих проводников на заземление. А когда между рабочими проводниками сопротивление многократно меньше, чем между любым из них и землей, ток будет идти по пути наименьшего сопротивления. Говоря проще, будь изоляция хоть трижды сгнившая в двухпроводной системе, пока проводники не замкнутся между собой напрямую, единственное, что вам грозит, это то, что ваш счетчик будет наматывать больше, чем вы использовали для своих нужд. В новой же трехпроводной системе между рабочими проводниками непосредственно в составе кабеля находится заземляющий провод, который собирает на себя все утечки при старению и уменьшении сопротивления изоляции и отправляет их напрямую в землю, приводя к срабатыванию диф-защиты. Давайте проведем наглядный эксперимент. Поместим провода вообще без изоляции в штукатурку и подождем ее полного высыхания. Цепь будет защищена устройством защитного отключения на 30 мА, а заземляющий проводник мы будем подключать или отключать по желанию. Да, эксперимент немного утрированный, провода у нас без изоляции вовсе, но имейте в виду, что протяженность кабелей в реальной квартире раз так в тысячу больше, чем протяженность нашего стенда, а расстояние между проводниками гораздо-гораздо меньше. Как видим, когда заземляющий проводник исключен из цепи, ничего не происходит. Лампочка работает как ни в чем не бывало, и мы просто слегка прогреваем штукатурку между силовыми проводами, а УЗО на это никак не реагирует. Но как только мы подключаем заземление, УЗО тут же реагирует на появившуюся утечку и отключает цепь питания лампочки. Вообще, в двухпроводных системах УЗО срабатывает только в трех случаях. Когда вы прикоснулись к корпусу к прибору, оказавшимся под напряжением, по утечке на воду, ввиду, например, поломки стиральной машины, и при утечке на газовую трубу, когда неисправным оказывается электроподжиг газовой трубы. Кстати, неисправность поджига без установки УЗО в старом фонде выглядит примерно так. Это жильцам еще очень сильно повезло. Следующий пункт будет попроще. Это наша любимая селективность. В соответствии с нормативными документами, на вводе в дом или квартиру должно устанавливаться противопожарное УЗО или дифавтомат. При этом должны выполняться требования селективности. Простыми словами, противопожарное УЗО не должно отключаться одновременно с групповым. Но, к сожалению, норматив лишь предлагает выбирать вводные устройства дифференциального тока с разницей номиналов не менее чем в три раза. И, как показывает практика, этого категорически недостаточно. Обеспечить селективность дифференциальной защиты может только специальное селективное устройство. Определить его совсем не сложно по букве С на маркировке корпуса. Никакой шаманизм с номиналами не поможет вам обеспечить селективность. Так же, как и с автоматическими выключателями. Более подробно мы этот пункт обсуждали в первом ролике про ошибки при сборке электросчетов. Ссылка тут и в описании. Ну и закончить видео я хотел бы ошибками в выборе номиналов УЗО. Тут у многих возникают трудности как с номинальным током утечки, так и с рабочими токами устройств. Давайте с утечек и начнем. Практически все дифференциальные автоматы УЗО в нашей стране имеют всего 4 основных номинала по утечке. 10, 30, 100 и 300 мА. Да, в природе встречаются и иные номиналы, но их мы тут обсуждать не будем. Это уже экзотика и нашими нормативами их установка никак не регламентируется. Для защиты человека в качестве групповых устройств должны устанавливаться устройства с номинальным током в 10 или 30 мА. И тут возникает еще одно заблуждение. Дескать, на розетке санузлов в обязательном порядке необходимо устанавливать номинал в 10 мА. Это не так. 10 мА это только рекомендация, не обязательное требование. И выполнить ее далеко не всегда представляется возможным. Устройство на 10 мА очень редко проходит по расчетам естественных утечек. И установить его можно только на какое-то маломощное оборудование. И то при небольшой протяженности кабеля. Либо его установка может быть оправдана в старых домах без заземления, где естественных утечек в кабеле просто не происходит. Номиналы в 100 и 300 мА можно ставить только на ввод или какое-то специальное оборудование, где большие токи утечки являются штатным режимом работы. Для защиты человека такие номиналы не подходят категорически. Вводные устройства, повторюсь, должны быть селективными. С номиналами рабочих токов попроще. Дифавтоматы вообще нет смысла обсуждать, так как их номинал это и есть номинал по сути автомата, защищающего линию. А вот с УЗО могут возникнуть нюансы. До сих пор среди электриков бытует заблуждение, что рабочий ток УЗО должен быть выше номинала, установленного с ним в святке автоматического выключателя. Это не так. Номиналы автоматов и УЗО согласованы. То есть можно ставить устройство с одним и тем же номиналом. Никакой опасности это заблуждение, конечно же, не несет, но приводит к неоправданным финансовым потерям. Так, например, если на ввод в квартиру у вас ставится автомат на 40 А, не обязательно искать вводной УЗО на 63, а спокойно покупаем с тем же номиналом, как у автомата. А на сэкономленные деньги лучше купить пару бухт гофры и сделать, наконец, нормальный монтаж. Также необходимо следить, чтобы при подключении нескольких групповых автоматов под одним УЗО сумма их номиналов не превышала его рабочий ток. Также можно ориентироваться на номинал вводного автомата. Например, при вводе на 40 А, нет необходимости ставить УЗО на группу автоматов выше этого номинала, сколько бы этих автоматов под ним не находилось. Это, в принципе, логично. Ну а теперь по традиции тезисно пройдемся про всем вышеперечисленным пунктам, чтобы закрепить материал. Первое. Устройство дифференциального тока обязательно устанавливается на все розетки до 32 А, используемые неквалифицированным персоналом, и на все освещение в жилых зданиях и бытовых помещениях. Второе. Установку дифавтоматов и УЗО без заземления в старых домах не только можно, но и нужно производить. Третье. При объединении нескольких групп под одним УЗО обязательно делаем расчет естественных утечек. Четвертое. В качестве вводного устройства устанавливается только селективный УЗО или селективный дифавтомат. Разницами номиналов не дает селективности. Пятое. Для защиты человека устанавливается устройство на 10 и 30 мА. 100 и 300 мА только на ввод или специальное оборудование. Ну а на этом у меня все. Не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями, если нашли что-то новое и интересное для себя, и подписаться на канал. Если у вас еще остались вопросы, обязательно пишите в комментариях, а еще лучше в наш закрытый чат, о котором я рассказывал в начале. Спасибо за внимание и безопасного вам электричества. С вами был Вяткин Александр, команда ГОСТ+. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!